В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Где деньги, Зин? Этим не теряющим актуальности вопросом вот уже не один год задается члена Самарского жилищно-строительного кооператива 204. За последние два месяца это уже второе противостояние в ЖСК, которое долгие годы зрело внутри кооператива и вот вырвалось в публичную плоскость. Первое, о нем я уже рассказывала, случилось в элитном поселке Горелый хутор, где жители до сих пор безуспешно пытаются призвать к ответу своего председателя. На этот раз похожая история. Причина, о которой говорят люди, все те же. Абсолютное нежелание председателя по-человечески объясниться. Ответить на справедливые, в общем-то, вопросы. На что тратятся их кровные? Отсюда слухи, интриги и журналистские расследования. Жители дома по Старой Загоре 120, против воли втянутые в эти разборки, позвонили мне с просьбой разобраться. Говорят, мутные дела творятся в нашем кооперативе. Прежний председатель умер, 40 дней уж прошло, а собрания все нет. И ходят сплетни, что все без них уже решили. Кресло занято, никаких выборов не будет. Приезжаем как раз вовремя. Словесные баталии между соседями чуть было в драку не переросли. Ты что всем рот здесь затыкаешь? Да потому что. Да потому что никто здесь. Ты не председатель, тебя не избирали. У тебя совесть. Вот я бы на твоем месте бросил эту папку. Сказал, да на тебе работать. А ты уперся, я буду работать. Я буду работать. А потому что воровать. Научился. Привык воровать. Не надо, не надо. Воровать. И продолжать хочешь воровать. Наглец ты, вот ты кто. Председатель. Да. Вы по-людски нормально ничего не хотите делать. Ты сам ты будь человеком. Может за тебя и проголосовал бы. Какой ты человек. Вы что, я сам ерунду говори. Мы говорим о том, что собрания не было. Председателя никто не выбирал. А так его вроде кто-то назначил сюда. Шум и ярость во дворе на Старозагоре. За последние годы, уверяют жители, они уж и забыли, что такое общее собрание. Власть к оперативе передавалась чуть ли не по наследству. В 2003 году кресло занял Владимир Салов. После его смерти бразды правления перешли к сыну Михаилу. Последний в начале июня тоже неожиданно скончался. Теперь на претензии жители отвечать некому. А их за 10 лет правления династии Саловых накопилось немало. Лифты за 40 лет существования дома весьма поизносились. Во дворе все заставлено машинами. Нет детской площадки. Ни качельки, ни карусельки, ни песочницы, ничего нет. Бесполезно было с бывшими, потому что до сих пор, как видите, ничего нет. Председатель вообще на это не реагирует. Вообще. Двор очень плохо чистится зимой. Очень плохо. Ходишь по сугробам. Повис в воздухе и самый главный вопрос. Куда наши деньги дают? Мы ничего не даем. Все стоят возмущаются, а дело не движется. Я ее просила бухгалтеру. Сколько я ее просила? Я говорю, дай мне калькуляцию содержания ЖСК. Какие статьи и сколько вы берете? Она мне никогда не дает. Есть у нас своя, вот, как она? Ревизионная комиссия. Нет у нас ревизионной комиссии. Она должна быть. Она должна быть. Должны проверить и доложить собранию. Этого нет. Многие не знают, что такое калькуляция. Это до того, что мы просто уже, вот, кто-то вызвал телевидение. Да, почему? Потому что вот всем вот наплевать, вот, совершенно наплевать. И я не понимаю, почему наплевать людям на собственные деньги. Не знаю, кто бы не понимал. И здесь непрошибаемо. Вот прежний председатель, ну, не тем будет помянут, как говорится, ну, непрошибаемо. Мы просто хотели видеть, за что мы платим. Нам с Талем, вы ничего не увидите, вам не надо. Вы не имеете на это права. Недовольные жители даже судили с прежним председателем, да безуспешно. К процессу были не готовы и проиграли его. Финансовые документы так и остались тайно за семью печатями. Между тем, самая инастерная члена ЖСК уверена, что эти бумаги не просто так засекретили. Пенсионерка Людмила Вавилова, у нее давно здесь репутация мисс Марпл, она уже который год председателям ЖСК жить спокойно не дает, уверяет, что смогла раздобыть цифры, проливающие якобы свет на эту нехорошую историю. Женщина подсчитала, разница между тем, что платят жители за отопление и тем, что ЖСК отдают тепловые сети, в год составляет чуть ли не 2 миллиона рублей. Вот оплатили 6 миллионов 300, вот цифра 6 миллионов 300, а 8 600 начислили, 2 300 осталось. И куда идут эти деньги? Нету их, мы не знаем, куда они ушли у нас. В принципе, как пришел папа, у нас ни одного отчета не было, ни одной бумаги. Когда я показываю юристам вот эти вот бумаги, они говорят, они вам никогда не дадут документы. Почему? А потому что, ну, сами понимаете, это уголовное дело. Учитывая цифры, которые вот Людмила Степановна называет, да, у нас вообще уже золотые унитазы должны стоять, вы меня простите, конечно. Так ли это на самом деле или в подсчеты пенсионерки все-таки закралась роковая ошибка и в деятельности бывших председателей, ну нет ничего криминального, могла бы показать аудиторская проверка. Среди тех, кто настаивал на ней, Ольга Илюхина. Еще два года назад она входила в состав правления. Но вскоре Илюхина и еще трое любопытных попали под кадровую чистку. Всех, кто чего-то требовал, всех повыгоняли и сказали, вы нам не нужны. Нам нужны те, кто помогает нам. Вы не приходите, вы не работаете, вы и люди вами не довольны. Так они объявили. Все. Это официальная версия, на ваш взгляд, почему? Потому что вы не подписывали то, кто, вот вас не попросили. Если мы первые, что сказали, нас интересует, какое количество накоплений денег у нас находится. То есть стали задавать неудобные вопросы? Конечно. Это наш карман, это наш кошелек. И мы в этом кошельке должны работать все сообща, а не так, какая-то кучка села и раскладывает эти деньги наши. Все. Поэтому, а когда начинаешь задавать вопросы, то ты уже, конечно, неудобен. Вот сейчас любого спросите, и пусть кто-нибудь скажет, какие деньги у нас в нашем кооперативе накопления есть. Вот, любовь, вам никто не ответит, что никто не знает. А те, кому положено знать нынешние члены правления, свой нос финансовые схемы не суют. Вот по секрету мне сообщают, что прежние председатели и нынешний стали жертвой интриг в борьбе за власть. Они специально агитируют, вы понимаете, они здесь специально делают. Это вот 15-20 человек, которые у нас смотрят. Вот эти вот 15-20 человек, они непонятно, что делают. А сколько лет они уже были здесь? Ну, не знаю, вот такие. Сначала они председателя одного съедали, потом председателя второго. Сейчас они уже третьего едят. Чего им надо? Документов не дают, прозрачности нет. Вот в чем дело. Ну, я не хотела проверять. А у нас все документы прозрачные, что говорить-то ерунду. А если баламутят люди, ну, спросите у них, почему они баламутят. Я больше разговаривать не буду. Да по качану и по капусте. Вот такое у нас справление. Да. Самое главное, что люди не понимают. Вот она не умеет считать. Элементарно. Она не умеет считать или не хочет считать. Меньше знаешь, больше проработаешь. После того, как исправление выкорчевали всех любознательных, руководстве ЖСК остались только надежные люди. Дворник, уборщица, слесарь. Все, разумеется, получают зарплату. Напрямую подчиняются председателю. Что само по себе нонсенс, уверяют эксперты. Это неправильно, это незаконно. И это надо, в принципе, полностью менять. Потому что, получается, ситуация. Они управляют, они получают деньги, и они сами себя контролируют. Так не может быть. Поэтому они никогда не проголосуют против тех решений, которые предложит тот же председатель. Поэтому здесь вот система-то и выстроена была, что они должны быть независимы друг от друга. Но здесь вот в данном случае, вот в вашем варианте, здесь все смешали в одну кучу. Разобраться в этой путанице должно было общее собрание. После смерти председателя Михаила Салова люди надеялись, что их спросят, кому они доверят свой дом. Тем более претендент на кресло объявился практически сразу. Некто Вячеслав Еловец. Член правления. При покойном Салове-младшем занимавший пост заместителя. Председатель как таковой, он еще нелегитимный. Он еще, он нет никто и звать никак. Еще его не утверждали, не выбирали. Пожалуйста, ты выдвинь свою программу. И можно будет люди рассматривать. Нас устраивает эта программа, не устраивает. Потом это свободная же у нас, свобода голоса, свобода всего. Поэтому мы должны выбирать. Кто-то его предложил, как-то так вот его назначили. Человека мы не видели в глазах. Если бы не визит нашей съемочной группы, может так бы и не увидели и пребывали бы в уверенности, что их мнение кого-то интересует. Но господин Геловец развеял сомнения. Оказывается, его уже выбрали. И общее собрание для этого ему совсем не понадобилось. Почему я занял пост председателя этого дома? Значит, согласно уставу нашего ЖСК-24, председатель, это собрание было год назад тоже. Не было собрания. Не было собрания. И не было. Устав должен всенародно обсуждаться. Все пункты. Ну или, конечно, а как же не было-то? И очень было. Не было, не было. Не было собрания. Никакого собрания. Не было. А если есть, то фальсификация. Срекунчику 9-8, значит, я так говорю. Согласно, значит, уставу, значит, председатель ЖСК выбирает из состава управления. Да. И выбирает не члена ЖСК, а выбирает из состава управления. Состав правления собирается и выбирает состава управления, но не члена ЖСК. Получается, что эти восемь человек решили судьбу полутора тысяч, что проживают в доме на Старозагоре. И это в корне противоречит российскому законодательству, объясняют эксперты. Абсолютно неправильно, да. Но это вообще незаконно. Председатель избирается из числа членов правления, но избирается общим собранием собственников или членов ЖСК. То есть вот в этом отношении это нарушение ЖК РФ. И я скажу, здесь ситуация в чем? В том, что собственники, в принципе, сами смирились с тем, что так идут дела. Но нету информации и молчат. Значит, по таким ситуациям, а таких ситуаций достаточно много было, вот обращались люди, и мы решали эту проблему. Если они сейчас с этим не согласны, я надеюсь, что они с этим не согласны, значит, они должны обратиться в Государственную жилищную инспекцию, которая бы проверила правильность проведения и принятия решений вот этим правлением. То есть правление превысило свои полномочия. Это полномочия общего собрания. Я готов вмешаться в эту ситуацию, встретиться с этими людьми, обговорить и наметить план, как дальше идти, куда идти. Так что безвыходных ситуаций не бывает. Все решаемо. Что толку шуметь, когда нужно действовать? И хотя многоэтажки на Старозагоре немало тех, кто предпочитал наблюдать за схваткой со стороны, нашлись и желающие разузнать все, что скрыто. Алла Валенко, член ревизионной комиссии, требует от так называемого председателя провести аудит. Тот охотно соглашается. Но сразу стоит вопрос, а ревизора кто? Я предлагаю вам с 1 августа начать ревизионную проверку, не выборочную, а сплошную. Кто ей будет проводить? У нас компетентные есть люди, чтобы ее проводили? Вы считаете, что я выбранный людьми некомпетентный? Вот я сомневаюсь в вашей компетентности, это вопрос. Вот так вот? Да, вот так вот. А почему это сомнение? Ну вот не знаю. Есть у меня сомнения небольшие? И я там буду. Член, и я там. Вас я туда не хочу. Вам там делать нечестное слово. Это только вред нашему дому, эта женщина. Я вред приношу? Да, да, да. Я его очень люблю. Я живу с первого дня. Целая бумажная фабрика должна работать для этой женщины, чтобы все предоставить. Я могу сейчас вот ключи вот тебе отдать, Людмила Степановна, и будешь работать. Вот сейчас пока не дам. Я так, образно сказал. Давай, давай. Тебе не дам никогда. Ну давай, давай. Найду более достойного человека. Почему меня облевывают? Потому что я раскопала все, что нужно. Теперь все, что раскопала гроза председателя ЖСК Людмила Вавилова, она отдала в прокуратуру. Будем вместе ждать результаты проверки. Но в испеченной же председатель кооператива Вячеслав Еловец, чей статус лично для меня все-таки непонятен, в свою очередь заверил жителей, что готов раскрыть все карты. Но только в сентябре. На отчетном собрании. Посмотрим, состоится ли оно. Так что продолжение обещает быть захватывающим. Впрочем, во всей этой истории ей подобных остается непонятным один момент, что мешает отчитываться перед людьми пускай даже каждый месяц. Ведь чем больше недомолвок, тем больше слухов. А если они появились, пиши пропало. Ни о какой нормальной работе ЖСК и речи быть не может. Так что если в вашем доме происходит что-то похожее, звоните, пишите, жалуйтесь. Вместе разберемся. А пока на сегодня все. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»